МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под Тюменью выпустили молоть сазана. Когда в озере Андреевском можно будет ловить рыбу? И как все-таки лучше хранить морковь? Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. На 1 октября по югу Тюменской области уборка завершена на площади почти 74%. Тогда как в прошлые годы, в это время, кампанию практически заканчивали. Близки к финалу хозяйства Упоровского, Тюменского, Нижнитавдинского и Ярковского районах. В солнечную погоду зерно с полей приходило почти сухое и в больших количествах. Сушильно-сортировальные комплексы работали круглосуточно. Ну а когда дожди, конечно, простои. Самая большая площадь посевов, 14 тысяч гектаров, у хозрасчетного подразделения Абадское. На его полях колос тяжелый, зерна много. Но на сырую почву комбайны не выходят, ждут погоды. Сейчас главная задача для аграриев – сохранить то, что собрали. Две сушилки предприятия работают круглосуточно. Производительность небольшая сушилок. Сырое зерно 130-150 тонн можем прогнать за сутки. А более сухое – 18%, до 300 тонн в сутки. 18 комбайнов предприятия пока стоят. А для более легкой техники работа есть. Осенняя обработка почвы понемногу продвигается. За смену один трактор вспахивает по 20 гектаров зяби. Впрочем, и это дается нелегко. Сырая, тяжело. И что для этого приходится делать, чтобы не было вот этих каменьев? Ну вот, гребенку сделали, ровняет. Нормально идет. На начало недели в Аватском обмолочено 60% площадей. Как и везде – отставание. Аномальные погодные условия весной, потом летом. Поздно посеяли, и не скоро все еще будет убрано. Где-то даже колос еще зеленый. На сегодня у нас ряд посевов находится в воде. Там, где применили высокие дозы удобрений, сегодня они еще не готовы. Ждем, когда, то есть неделю и две, надо, чтобы они созрели. Незаконно вырубить и вывести лес становится все более проблематично. Потому что несколько лет назад внедрили биометрический метод идентификации древесины. По срезу, ягодичным кольцам можно вычислить, каким именно было дерево, ну и где, соответственно, оно спелено. И, как следствие, число раскрытых преступлений по незаконной рубке леса в Тюменской области значительно увеличилось. Тем временем в селе Викулово вручили ключи жителям, пострадавшим от паводка в мае 2017 года. Сельские хроники. Новый дом – это уже второй многоквартирник, построенный специально для людей, которые пострадали от паводка. Первый был сдан в январе. Теперь все 49 семей, чьи дома оказались затоплены, получили новые квартиры. Предоставление жилья производилось согласно площади утраченного жилья. Приходилось с каждым человеком обговаривать условия переселения в новые квартиры. Новая программа газификации региона. Она уже действует, рассчитана до 2022 года и обойдется областному бюджету в 1,9 млрд рублей. Это на 600 млн дороже, чем предыдущий план работы. При этом не во всех населенных пунктах жители сразу проводят голубое топливо в дом. Чаще из-за дорогого газового оборудования. Однако у потребителей-льготников есть возможность получить субсидию. Если ранее она составляла 25 тысяч рублей, то сейчас 40. Мы смотрим заявки от муниципалитетов и полностью удовлетворяем. То есть вот сколько потребуется, столько денег и заложим. Сладковские дети с особенностями психического или физического развития вовремя получают помощь специалистов. Так как район находится далеко от города, до ближайшего Ишима почти 100 километров, там создана специальная служба. Логопед, педагог-психолог проводят индивидуальные занятия с детьми, но обращаются за помощью и родители. И обследование полное комплексно, психолого-медико-педагогическое. И по результатам мы уже выдаем рекомендации, в каком плане строить с такими детками учебно-воспитательный процесс. Без государственной поддержки на селе бизнес открыть получится едва ли. И тем более развить собственное дело. Вот и действует с 2012 года программа «Начинающий фермер». Как правило, гранты получают селяне, у которых реальный и внятный бизнес-план. Ну и, конечно, тот, кто уже серьезно занимается своим хозяйством. Село Усова. Пока гирифорды пасутся на лугу, хозяин Мирам Абдрахманов запасает им еду. Летом этот склад был гаражом, теперь хранилище для зерна. У него почти 50 голов. Стадо резко выросло в прошлом году, когда стал победителем программы «Начинающий фермер». Получил грант 3 миллиона рублей, купил трактор, семена и 23 тёлочки мясной породы. Благо, у фермера уже был опыт. Помещение какое-то построил. Какое-то своё уже есть. Такое большое помещение есть. Для тёла есть место для них. Корма достаточно. Ну и вода. И дополнительный корма там. В село Лопазное коровы и бычки Ивана Сергеева тоже пасутся. Дома лишь малыши. То, что государство помогает, Иван убедился, когда сначала стал участником программы «Самообеспечение». Тогда получил около 70 тысяч рублей, купил две коровы. А в 2017-м и вовсе удачно поучаствовал в «Начинающем фермере». На 3 миллиона купил оборудование и 18 животных. Предпочитает заниматься и молоком, и мясом одновременно. Как в одном направлении, как можно идти? Вдруг молоко в цене или что? А так хоть на мясе можно выиграть. Деревня Ловцова. Теперь у Авдировых свой охладитель. Как удобно, говорят. Не надо отвозить сырье на приемный пункт, сливать в одну бочку, ведь у них молоко только первого сорта. Это стало возможным благодаря программе «Начинающий фермер». Купили оборудование и, конечно, крупнорогатых 14 голов. И теперь вечером дружно возвращаются 22 животных. Частично сдали, частично, ну, это вирусоносители, и оставили только здоровый скот. И пасем отдельно от частного сектора. Ну, хозяйство, я думаю, что буду расширяться помаленьку. Три фермера живут в разных населенных пунктах Сладковского района. В один год они стали предпринимателями, каждый создал по три рабочих места и думает об одном – о расширении своего хозяйства. Под Тюменью выпустили молоть сазана. 211 917 штук. Точность, а потому что правила такие. Из 10 ведер 8 просто взвешивают, а в 2 пересчитывают. Ну, это, конечно, детали, самое главное – рыба будет. А специалисты рассказали, когда можно ловить. За 10 минут до выпуска. Стесненные условия – не беда. Вода теплая, воздуха хватает. Они разные здесь. Вот такой сазанчик, например, граммов 15, наверное. А есть побольше. А есть вот какой. Все они сейчас будут выпущены. О, вот они какие шустрые. В пяти емкостях примерно 220 тысяч мальков сазана. От 15 до 25 граммов каждый. Выросли в Амутинском районе. Весной в специальные пруды рыбоводы выпустили личинки. Летом они нагуливали жирок. Выжили сильнейшие – процентов 10. Уже осень, да, она прозимует, я думаю, здесь удачно. Вот. И на следующий год, за летний период, она должна вырасти, ну, грамм 700, килограмм. Выпуск мальков сазана – это компенсация ущерба, причиненного компанией «Тюменний руд». Предприятие добывает песок, в том числе, и со дна озера Андреевское. Ущерб заключается в том, что мы в процессе добычных работ губим кормовую базу. То есть, ну, различные донны, вот эти микроорганизмы, плантон, зооплантон. Процесс пошел. За ним наблюдает комиссия. Она должна подтвердить, кто выпущен и сколько. Строго по технологии. Из 10 ведер в 8 молоть взвешивают, а в 2 считают по хвостам. Молча, чтобы не сбиться. Таких ведер может быть там до 100-200 штук. И руками приходится пересчитывать иногда до 10 тысяч. Это долго. Это долго, да. Это не может занять время до ночи. По словам специалистов, года через два сазана можно ловить. При этом «Тюменний руд» уже пятый раз так извиняется перед природой. По свидетельствам тех же самых рыбаков, которые осуществляют любители спортивного рыболовства, промышленного рыболовства, что они отмечают, рыба есть, водится. В этом сезоне по югу области прошло 5 подобных зарыблений. В водоемы выпущено около 2 миллионов мальков. Карповых, но большая часть, процентов 70, осетровые. Через несколько лет в озерах и реках рыба, по идее, должна кишмякишить. Если, конечно, дадут малышам вырасти. В топе 10 сельских поселений Тюменской области, по версии 2017 года, 3 из Сладковского района. Да потому что в муниципалитете крупных предприятий раз-два и обчелся, а люди живут своим хозяйством. Ведь основной критерий оценки в этом конкурсе – сколько реализовали сельхозпродукции ЛПХ или КФХ. Усовское сельское поселение. Во главе Юлия Бикинёва. Учила детей в школе, а потом ушла к взрослым. 10 лет руководит поселением. Женский подход. Делает все для того, чтобы село стало еще красивее и современней. Здесь 156 личных подсобных хозяйств, 3 крестьянско-фермерских, люди заняты. А ее надежная опора – местный ТОС, в составе которого Владимир Иванович и еще несколько мужчин. В Сургуте побывал, к внуку ездил и посмотрел, какие площадки там есть. И можно это все делать нашими умельцами у Сова. Сломались газонокосилки, транспорт какой-то, уже практически половина запчастей, знаю, как называется. Но все равно приходится. Знаете, у нас очень спасибо нашим ТОСовцам. Вопросы, касающиеся вот именно мужских рук или там мнения, я к ним обращаюсь. И знаете, никогда отказа не было. Всегда придут, помогут, объяснят, поставят, установят. Лопазновская тоже в десятке лучших поселений области. Глава Евгений Бобов. В прошлом тоже учитель, потом трудился в лесничестве, но пышную природу поменял на пыльные улицы. Говорит, главную проблему дороги умудрились частично решить своими силами. Это сделали сами люди, сами наши жители. То есть бюджетных средств здесь нет вообще? Бюджетных средств здесь нет ни копеечки. Вот, сейчас поворачиваем налево. Это вот здесь весь полностью грунтощебень. Кирпич и блоки полуразрушенных зданий. Разобрали, измельчили, получился грунтощебень. Вот и твердое покрытие. А еще в поселении практически в каждом дворе ЛПХ. За последние три года появилось два фермерских хозяйства. Есть работа, значит, есть деньги. И видно, как жизнь меняется. Село Лопазное у нас полностью газифицировано. В доме горячая, холодная вода, септик. Ну, все условия для хорошей жизни, они созданы. К слову, время заготовки овощей продолжается как для жителей сел, так и для жителей городов. Мы готовим цикл материалов о том, как хранить те или иные продукты. Сегодня морковь. Расскажу о довольно интересном способе. Используют для этого мел. Готовят из него водный раствор, окунают корнеплоды, сушат и все. Ну или морковь просто пересыпают порошком из мела. Так снижается риск появления вредных микроорганизмов. То же самое можно сделать, только вместо мела взять глину. Кроме того, напомню просто о менее хлопотных и известных способах хранения корнеплода. В опилках. Лучше использовать хвойные. В них содержатся эфиры, губительные для микроорганизмов. В песке. Он сохраняет естественную сочность и не дает распространиться на овощах плесени и гнили. Ну а еще морковь засыпают в полиэтиленовые пакеты. Не более 20 килограммов не закрывают и ставят в погреб. Ну а в следующей программе мы расскажем о том, как правильно хранить картофель. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин